Приветствую вас! Ну, во-первых, хочется сказать, что... немного так, знаете, скаламбурить. Причина вашего переворота на везение заключается в том, что произошло 4 года назад. Как бы это ни парадоксально звучало. Вот, но я думаю, что вы сами это знаете. То есть я думаю, что вы прекрасно сами знаете, что именно то, что произошло 4 года назад, способствовало тому, что у вас в вашей жизни началось невезение. Вот, тем не менее, таким своим ответом я хотел бы показать вам, что ваш вопрос, ну, не выдерживает, скажем так, никакой нагрузки. Потому что исходя из того, что вы написали, вам практически невозможно ничего порекомендовать. То есть что произошло, почему ваша жизнь изменилась, что повлияло на то, что она изменилась, что произошло такого в вашей жизни, что она изменилась. Допустили ли вы этого, хотели ли вы этого, ждали ли вы этого, того, что, ну, того, что ваша жизнь поменяется и так далее. То есть все эти аспекты нужно обязательно выяснять. Но по общему правилу я могу сказать то, что в результате переворота вашего, вы потеряли свой классический подход, классический для вас подход к своему жизненному пути и тем самым, значит, как бы, ну, сбились со своего пути, да, и сбившись, вы теперь, по сути дела, не знаете, как вам даже жить, то есть вы привыкли жить по одним, например, правилам. Вот, вы привыкли жить по одним установкам, вот, а жить теперь вам приходится по другому, по другим установкам. И, естественно, что из-за этого вы испытываете очень серьезный негатив, из-за этого вы испытываете очень серьезный деструктив. Вот. То есть, грубо говоря, грубо говоря, решающую роль в том, что вам теперь не везет, сыграла ваша дезадаптивность. То есть, вы не смогли адаптироваться к изменившимся условиям, обстоятельствам, ну, вашей жизни. Вот. И, соответственно, именно по этой причине вам и не везет теперь. А, как вы говорите? А, значит, далее, далее. Следующий важный момент касается самого понимания того, насколько человеку может вести или не вести. То есть, говоря, что мне не везет вы, тем самым снимаете с себя ответственность. Снимаете с себя ответственность. А у вас свои действия, то есть, как бы говорите, что, ну, они не зависят от меня. Что я могу поделать? Ну, вот мне не везет, вот и все. Что я могу сделать с этим? Как бы говорите вы? Вот. И это означает, что вы не хотите брать на себя ответственность за то, что с вами происходит. Вы не хотите отвечать за свои действия, не хотите отвечать за результат, который, ну, имеет место быть из-за ваших решений. Вот. Наоборот, не хочется не задать ответственность. Потому что, если вы признаете себе, что ответственность ваша, то выяснится, что никто, кроме вас, не способен это изменить. Ну, вот. То, что, то, что, ну, произошло с вами. Вот. А это, я так полагаю, ну, это, я так полагаю, неприятно. Очень. Неприятно осознавать, что, кроме вас, никто больше не способен изменить ситуацию. Вот. Вот. Поэтому, я думаю, что дело все в этом. Конкретно. Страх, страх перед ответственностью. Дело вполне нормальное, естественное, частое. И надо сказать, что ответственности боятся люди, потому что не умеют ее брать. То есть, грубо говоря, не умеют, ну, ставить, не умеют ставить, значит, перед собой цели, не умеют ставить перед собой задачи, вот. Адекватные задачи своим способностям, своим возможностям, вот. И, значит, соответственно, именно по этой причине, именно из-за этого возникают ваши трудности. То есть, здесь, мне кажется, что важно для вас в первую очередь грамотно поставить цели, то есть, ну, чего вы хотели быть для себя, вот. Что вам нужно для себя, вот. И, соответственно, тогда будет проще планировать, проще брать ответственность, и проще находить выход из тех ситуаций, в которых вы оказались. Потому что, ну, понятно, что вот как вы сейчас, да, что вы не чувствуете никакой силы, вы не чувствуете никакого контроля, чувствуете только подавленность от того, что у вас ничего не получается, вот. Конечно, в этой ситуации кажется, что вам именно не везёт, как будто всё прочепло. Но, обручение контроля, чёткая постановка целей поможет вам прийти к пониманию того, что вам нужно, к пониманию того, чего вы хотите. Вот. Я думаю так, можно вам ответить на ваш вопрос. На этом всё, надеюсь, что помог вам. Значит, ответ получился кратким, но связано это с тем, что и вопрос получился тоже кратким у вас. И, соответственно, если вы хотите подробнее разобраться в этой ситуации, то это уже нужно будет на личную консультацию или задать вопрос, где вы более полно, более подробно раскроете, что именно с вами произошло. Потому что даже такая позиция, что в моей жизни произошёл переворот, уже звучит как жертвенно. А вертвое – это потеря контроля. Если у вас остались вопросы, пишите в личку «вудро помочь», если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова